Он боится за свою жизнь. Не то, что мы его враги, украинцы или чеченцы, которых называют ичкорийцами. Он также боится своих, свое окружение. Мы знаем, как он живет, мы знаем, как он спит вообще. То есть он дрожит и боится за свою жизнь. И поэтому сколотил себе вот такую банду, действительно вот таких обученных военных вокруг себя. И я знаю также борожду российских генералов и Кадырова. Потому что даже были слухи, что именно российские генералы стоят за убийством Ахмада Кадырова, то есть его отца. И эта вражда была все эти 20 лет. И поэтому, да, он может пойти против военных, именно военных, если такое случится. А против Путина он не пойдет никогда. Потому что Путин его хозяин, Путин его папа, он от него зависит и делает то, что он говорит. Он боится, что какой-то чеченец подойдет, убьет его или взорвет его, в общем, кровную месть. Потому что он действительно натворил такого, что ему долго придется за это отвечать. Он убил тысячи, тысячи мирных жителей, чеченцев. Публично унижал, и я уверен, что ему это не оставят. И сегодня я уверен, что нету места, такого места, чтобы куда-то уехал Кадыров. Потому что его везде ненавидят. В арабских странах, в Турции, тем более в Америку не поедет. Там санкции еще объявили буквально недавно. И в Европу тем более. И в России его тоже ненавидят. Ненавидят на самом деле.